Новая автоколонна с помощью для Мариуполя не смогла дойти до города из Запорожья и была вынуждена вернуться. Об этом сообщают украинские СМИ. На обратном пути автобусы должны были забрать мирных жителей. Киев и Москва обвиняют друг друга в том, что гуманитарные коридоры, об организации которых было объявлено еще несколько дней назад, до сих пор не действуют в полном объеме. Власти Мариуполя заявляют, что за время осады погибли уже около 1300 гражданских. Их вынуждены хранить в братских могилах из-за постоянной угрозы обстрелов. Оценки ООН по данным на четверг более 500 погибших по всей стране. Но в организации подчеркивают, что реальные цифры могут быть гораздо больше. В Мариуполе нет электричества и не действуют водопровод и канализация. Остро не хватает продуктов и лекарств. По словам местных властей, город находится на грани гуманитарной катастрофы. «Я Таня Бондарь. И мои дети еще пока живы. Девять детей у меня. Молитесь, пожалуйста, за Мариуполь. Бомбер со всех сторон. Молитесь за мамочек с детьми. Очень тяжело. Еды нет, воды нет, света нет. Очень страшно выживать. Пожалуйста». Власти города обвиняют российских военных в постоянных ударах по гражданским объектам и в попытках использовать гуманитарные коридоры для прорыва в город. В Москве заявляют, что жилые кварталы используются как прикрытие для украинских огневых средств.